В городе на Неве любители русской народной культуры возрождают традиции сматрин невест. Сматрины это своеобразные школы для незамужних девушек, где можно освоить народные ремесла и приобрести навыки ведения хозяйства. Подробнее о том, зачем такие сматрины нужны современным девушкам, в сюжете Марина Ланской. Невеста и женихи встретились в этноклубе «Любодорого». Как ни странно, не для того, чтобы выбрать себе пару. Такой задачи перед организаторами не стоит. Тут они полностью полагаются на Божью волю. А для того, чтобы попеть, поплясать, себя показать, на других посмотреть и у старших поучиться. Я очень рада, что я познакомилась с такими людьми, с организаторами этого мероприятия. И что я на него бывала совершенно случайно, но тем не менее я здесь. Это очень интересно, это очень здорово. На сматринах девушки рассказывали историю своего рода. Учились прясть, угощали женихов приготовленными своими руками кушаньями, прицептами бабушек и мам. А главное, пели и плясали. Жена обязательно должна петь очень красиво и танцевать. Готовить, я думаю, что должен и муж уметь все делать обязательно, потому что настоящий родческий мужчина, я считаю, что должен делать все. Покровские сматрины в Петербурге проходят впервые, но подобный опыт у организаторов накоплен немалый. Уже пять лет в старинном русском городе Мышкин работает летняя школа невест, где девушки из разных регионов нашей страны собираются вместе, чтобы осваивать народные ремесла, учиться готовить, вести хозяйство и даже доить коров. Кроме того, с девушками занимаются священники и православные психологи, ведь подготовка к семейной жизни – дело ответственное. Первый раз мы пытались этот проект сделать по такому шаблону конкурса красоты, который у нас по всей России проходит, но поняли, что эта форма не работает, потому что, к сожалению, для того, чтобы что-то спросить девушек, нужно в первую очередь их чему-то научить. А уж тем более, если мы говорим о традиционной культуре, которую мы сейчас рассматриваем, как какие-то остатки какого-то тленной ткани, мы пытаемся ее собрать по кусочкам и по крупицам. Большинство нынешних девушек, вступая в брак, оказываются совершенно неготовыми к семейной жизни. Не хватает даже самых элементарных хозяйственных навыков. Организаторы Смотрин убеждены – восполнить эти пробелы может помочь традиционная культура. Современные девушки, конечно, в большинстве их внимание сконцентрировано в первую очередь на получении образования и профессии, которая будет им полезна в будущей жизни. Поэтому зачастую родители, учитывая сложность программы обучения в школе или в институте, максимально стараются разгрузить своих дочек. И зачастую у девочек совершенно не хватает времени на освоение каких-то домашних навыков, каких-то абсолютно простых вещей, которые умела каждая крестьянская девочка. Школа невест – дело полезное, но кроме этого Смотрин еще и прекрасный повод просто окунуться в атмосферу старины, совершить прыжок в прошлое. На голове моей венец, надела я его не по праву, потому что я уже замужем, а носить его положено только невестам на выдании. Однако, оказавшись здесь, на этом мероприятии, мне сразу захотелось его примерить, потому что русскость может пробудиться в каждом, кто окажется на подобном мероприятии, даже случайно. Примечательно, что организаторы не просто стараются приурочить Смотрин и к православным праздникам. В вере здесь отводится основополагающее место. Русский традиционный фольклор, он в своей основе православной, он весь пронизан календарными праздниками, традициями празднования этих праздников, переживания каких-то сложных моментов жизненных. Это все всегда происходило с молитвой. Выходит, что нашим изменчивым и полным соблазнов в мире для молодых людей есть прекрасная альтернатива. Клуб может быть не ночным, а этнографическим, танцы традиционными, песни душевными, а способ знакомства молодых людей проверенным веками.